Здравствуйте! Все, кто знает... В общем, я дочь призывника. И я так же сам и не хочу, чтобы мой отец шел воевать. Скажите, за что и за кого? За тех толстосумов? Извините, пожалуйста. Я пока живу в тихом, спокойном городе, в спокойном селе. А чтобы мой отец шел и стрелял в своих братьев, мы стоим на могиле своих дедов и прадедов, которые воевали за мирное небо над головой. А сейчас что? Сейчас наши дяди, отцы, дедушки идут и воюют просто за тех зажировшихся людей. Извините меня, пожалуйста. Войну начали не просто мужики, которые стоят сзади меня, а те, у которых есть огромные деньги. И те, которые делают сейчас на этой войне в себе огромные, огромные, они в банках открывают счета. За что мой отец пойдет сейчас воевать? За кого? А знаете, что самое обидное? Прадед мой видел войну, прабабушка видела войну. А сейчас что? Что сейчас показывают по телевизору? Я учусь на журналистах, я на втором курсе. И преподаватели нам говорят, дети, не смотрите телевизор. Идет гражданская война сейчас не между людьми, а между правительством. И на каждом телевидении, на каждом канале гражданское, это центральное, наше областное. Там показывают только пропаганда. Россия показывает одно, Украина показывает другое. ТВ-5 это канал Порошенко. Там тебе не скажут, что Порошенко это полнейшее дерьмо, которое за бабки готово на все. Это по телевизору не покажут, потому что это его канал. И так пошли каждый и другие. Я просто хочу сказать одно. Заварили это не мы, а будут расхлебывать обычные нормальные мужики. Если война коснется нашего края, тогда мой отец пойдет и будет рвать спину, будет рвать за всех шкур. В первую очередь за меня, мою сестру, мать и всех остальных. Тогда мы все пойдем. Тогда все пойдут. Потому что здесь стоят женщины, здесь стоят мужчины, которые готовы воевать только за свою семью, а не за тех толстосумов. Продолжение следует...